мы остановили с вами на том что когда приходит духовное просвещение по мере духовного взросления мы будем об этом говорить более основательнее и духовное знание она приносит наше сердце успокоение упокоение уверенность не просто упокоение потому что это тоже будет проблема быть а уверенность мы чувствуем силу дальше идет просвещение как это применять то что мы получили и есть удовлетворение блаженства и с элементами радости мы чувствуем что мы получили то что ждали или искали пожалуйста итак перед вами еще одна схема вы видите что с одной стороны идет речь вот о духовной жизни да вот вот рост ее ее духовный рост жизни и вы видите что идет просвещение от святого духа которая дает духовное знание как упокоение да уверенность сила просвещение удовлетворение вот это духовное знание она дает чувствительность совести вот теперь совесть начинает подчиняться да и у нас теперь есть не просто да вот чувство греху совести и даже беспокойству но видите у нас есть хорошие взаимоотношения с божьей благодатью она не только отрицательное что нас ограждает 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 она открывает для того чтобы еще больше получали вот этой благодати да чтобы еще больше купались в этой любви отца небесного и так еще раз повторяю просвещение святого духа когда мы общаемся с отцом когда мы размышляем о нем когда мы словословие когда мы стараемся природы времена ты отец все сотворил когда мы молимся в этот момент приходит в это просвещение просвещение нам становится ясно как прекрасно ух ты вот это да или в этой ситуации мы начинаем понимать что вот это событие это авария не просто так или что то так да но это же не уровень интуиции потому что при интуиции нам сложности могут в нас возникнуть мы понимаем что это правильно но не понимаем как с этим дело иметь как его как как его использовать а духовное знание дает нам успокоение уверенность силу просвещение удовлетворения и тогда чувство нашей совести а действительно правильно и по отношению греху и по отношению к обстоятельствам по отношению тому влиянию мира вокруг нас ведь ведь некоторые скажут что мир это вот этот пиджак кто-то скажет вот этот галстук или белая рубашка расскажет этом мир а кто-то скажет аппаратура это тоже мир а кто-то скажет а вообще-то переплетенные тонах это тоже мир потому что он сделан из таких вещей которые ну не духовные главное это внутреннее содержание слова если люди разные понимаете у людей разные чувствительности иногда правильно и неправильно и вот мы говорим они вот на уровне подростков духовных начинают бунтовать становится илами худшим 100 плохой ситуации бог почему допускает это чтобы показать и выдавить что же находится в этой губке чем она пропитана что там в сердце помните мы говорили создать человеческие мнения другой стороны влияние сатаны они давят и выдавливают что вы да выдавят бунт или не выдавят поклонение прославление все зависит от нашего понимания и восприятие голоса отца через просвещение святого духа пожалуйста следующее посмотрите внимательно эту еще один график увидите что там идет рост жизни да а здесь по другой координате идет до духовность и там где рост жизни там чувствительность меня написал эти чувствительность духовность вот вот так можно представить нашу жизнь этом более-менее нормально развивающийся и вот есть такие моменты когда мы стоим на уровне кризиса и после этого мы можем правильно поступить или упасть или мы поднимемся небольшими потерями дальше или мы будем опускаться это касается и личного отношения с отцом небесным это касается семейных отношений когда все вроде нормально начинается потом начинать мы доходим до пика кризиса и потом начинается с ниспадания мы переходим на рутину хотя тут нужно нужно опять новый до росток и где за там духовное знание это касается и например малой группы мы начинаем хорошо малую группу у нас получается очень много людей приходит да все больше и больше и больше и больше там раз критическая ситуация какой-то конфликт мы его неправильно решаем и группа не мешается количество людей и почти что ничего не остается в конце концов затухает это может произойти при организации церкви когда все начали хорошо друг друга принимают все раз ураст идет численность идет все прекрасно вроде духовность идет доходе до приема момента и вот здесь нам нужно иметь духовное знание потому что вы должны быть и на следующий уровень как его нужно было подняться но если мы не сделаем правильно то у нас начнется мы начнем не смотреть не на то что нужно мы будем заниматься другими вещами на что будет указывать наша совесть то есть то программа который превратит нас в религиозную общину из духовное духовное сообщество детей божьих вот этого этого общения вокруг отца небесного мы превращаемся в организацию структуру которая к сожалению так за структуризировалась что уже жизни там нет чтобы нам этого избежать на личном уровне на семейном уровне на в малой группах или в церквах нам нужно знать эти вещи книга его нам помогает понимать от слова непорочность пожалуйста вот посмотрите вот до чего мы с вами можем достичь не видите да вот вот духовный рост он связан с нашей уровнем да вот чувствительности вот такая чувствительность будет на таком росте каждому дается по мере веры каждому дается чувствительность своя мы должны это понимать и по мере духовного взросления у нашего свете нас будет увеличиваться но она будет правильной вы бы чувствовать тонкие вещи но при этом мы будем двигаться в правильном духовном направлении мы не попадем в эту зависимость и закостенение пожалуйста обязательным условием для просвещения духовным знанием является чтобы уровень этого просвещения соответствовал уровню духовной жизни в христианине это очень важно не мечтайте о себе сказано в библии но познавайте волю божью познавайте свой уровень духовной жизни и он считал что он уже высокий и потом в разговоре с отцом небесного показал что оказывается не такой высокий а а ты можешь вот это а ты познал вот это а ты готов вот это делать и он сказал о нет я закрываю уста тогда дальше еще идет школа воспитания а вот так если будет посмотри вот на это чудо но и порадуйся и восторг его представит эту силу и мощь все я краем уха слышал а теперь раскаиваюсь а теперь раскаивать да и он стал на свой уровень но то же время и раскаялись его друзья вы помните да не стали на свой уровень на свой уровень бог им сказал они поняли тоже разговор этот был не бесплодный это не просто было ток-шоу как мы можем подумали вчера это разговор привел к тому что они запу поняли они замолчали не потому что только были устыжены они начинают думать они начали думать что им не хватает духовного знания и поэтому они были готовы воспринимать голос отца небесного и они восприняли его как дети но пусть ниже на духовном уровне его теперь должен заботиться как наставник они внимательно вот такой должно быть наше восприятие духовных вещей итак наша духовная жизнь должна соответствовать уровню просвещение духа и духовного знания оно должно быть одинаковое одинаковое поэтому очень важно не рваться туда куда вас не просят есть книги которые может быть сегодня вы не охватите не сможете их охватить придет время вы сможете эту книгу прочитать ведь когда мы приходим к книжным магазин книжным магазине есть книги для разных групп верующих до которые занимаются разными служениями и разный уровень и нам нравится у давайте 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 вот эту возьму прочитаем кому-то она пошла а кому-то не пошло потому что еще не все он понимает он еще не вырос до этого уровня я помню как это в свое время еще первое время моего обращения еще во время советского союза ходила по верующим печатном варианте книга война со святыми и вот многие рассказывают что когда они ее читали то сзади стоит некто и не дает читать эта книга которая ну приводила в смущение то же время она была как запретный плод она раскрывала действительно тайны козни врага она была результатом того как один один верующий точнее верующие написала свой анализ оценки того что же произошло во время шотландского пробуждения когда особо было веяние святого духа и почему пробуждение превратилась в анти пробуждение не в результате это родился к книгу но эта книга там так и вот книга для пасторов книга для серьезных зрелых людей а мы-то были новообращенными и нам хотелось чего-то такого-то нам надоедали проповеди ведь вот этот подростковый да вот этот уровень особого знания вы думаете почему тот человек услышал особый голос сатаны почему он не слышал голоса отца когда он однажды прошелся над ним и волосы стали дыбом и он услышал а вот и бог не доверяет на небе никому почему он был готов к этой мистике потому что его уровень духовный был меньше чем уровень духовных знаний которые он хотел получить поэтому он не мог просвещение пути просвещения духа а что мог бы получить что хочешь том числе и просвещение от зла и это иногда происходит когда пророчествуют верующие они находятся на определенном уровне они считают что они уже готовы быть пророками они получают знания и думают что знание от бога а пророчество не исполняется они хороший проповедник мой быть хорошим проповедником великолепные проповеди а пророком он еще не может быть потому что он еще не вырос поэтому иногда говорят мечтание своих сердец пожалуйста чувство совести основана на просвещении святого духа которая связана с меры жизни в нас и так чувство совести основана с просвещением святого духа которая связана с меры жизни нас то есть вот им уровнем жизни каждый из нас знает свой уровень или не знаем если мы живые христиане мы знаем мы знаем что данный что бог готов делать нашей жизни куда нас ведет у нас есть определенные меры жизни мы знаем эту цель и уровень нас а если не знаем туда надо изучить именно ценности каждого духовного возраста младенцы то сказано они должны отбросить злобу все прочее площадь и вот обе чистое словесное молоко им нужно научиться исповедовать свое состояние когда они неправильно дело это не увидели что не пройдет им открыл по их мере они же не знают писание они такого начали возлюбить это слово божье а им открыл на их бы их не совести используя совесть да бог использует момент для младенцев открыл что тут неправильно они чувствуют неправильно сразу нужно исповедоваться просить очищение а потом будет духовный рост детям прощены грехи ради имени его то есть мы уже более утверждаемся в исповедании мы уверены имеем чувство прощения когда стоим на коленях и эмоции нас уже не уводят сторону мы учимся владеть эмоциями дальше духовные отроки они должны найти отцов они должны быть прикреплены к лидерам они должны не отрываться жизни церкви они не должны попадать вот это влияние когда думают что они уже имеют очень большой духовный рост обсудили очень маленькие знания а юноши сильные слова божье прибывает них они победили лукавого почему потому что у них уже под контролем находится эта совесть и они руководствуют священным писанием во всей жизни отцы они уже познают изначально вы помогает другим духовно расти и так чувство совести основано на просвещении святого духа которая связана с меры жизни нас правда следующее следующее пожалуйста и на том уровне будет действовать чувство нашей совести вот на том уровне на котором мы имеем знание мы должны на нем и действовать то есть согласно этого восприятия один дни различает а другой не различают и мы должны это понимать мы не должны сравнивать друг с другом потому что попадем эту ловушку тогда значит мы не отдаем свою совесть под власть отца небесного мы сами руководствуемся совестью и тогда мы что станем с вами законодателями потом судьями и наконец исполнителями вот отсюда причины гнева отсюда причины возмущения отсюда когда мы становимся законодателями почему потому что совесть мы берем за за замерила и мы даем возможность совести все нас оценивать а надо богу отдать чтобы основатель был законодателем бог и он нам да столько сколько мы можем вместить столько суканой тогда мы поймем что он настолько может быть судьей не мы и настолько он исполнитель не мы и на том уровне действует детство будет чувство нашей совести пожалуйста и вот теперь и вот черной рамочке такое вот очень важное утверждение как утверждение если просвещение духовных знанием требует действий сверх уровня духовной жизни то это нас на самом деле голос претензий сверхзнаний или сумасбродных подвигов плоти пока мисс вы записываете это очень важное указание для вашей жизни я расскажу пример я воспитывался в общине где использовали при вечерях господней квасной хлеб но однажды я приехал в одну местность познакомиться с одним братом духовным который мне показал на основании библии что нужно пресный хлеб и я принял эту весть то есть у меня было думал действительно способность принять эту весть о самом деле когда я приехал домой и нужно было участвовать вечерей господней а там разносили квасной хлеб у меня получилась проблема борьба что делать или сейчас мне нужно участвовать это я предаю я предаю ведь там той местности где я 30 с этим человеком я заявил церкви вместе с ним что я буду только участвовать с пресным хлебом мы сделали бунт но когда я приехал домой после отпуска дома нужно было решать или бунтовать или смиряться и я смирился я принял этот кусочек пресс вкусного хлеба и он для меня был как я принимал вроде яд я после этого себя очень сильно возненавидел до совесть начнет тебе убил бить после точнее дьявол через свой значит тебя пить я принял вот этот кусочек хлеба я полная предатель я смог пройти кгб с божьей помощью а я не смог пройти такой простой шаг почему потому что мой уровень духовной жизни был намного меньше чем то знание которое я получил у меня был особо сумасбродный подвиг плоти но это привод к тому что я попал замок отчаяния вы помните когда приходит духовное знание приходит упокоение а здесь у меня была трагедия я не знал что с собой делать я ненавидел себя вы помните этот треугольник я показывал вам в основании я положил что если ты будешь участвовать вечере господне где будет хвостной хлеб значит ты предатель оценка предатель вот я и поступил так я предал значит что мне теперь суд суд я возненавидел себя это не был процесс покаяния это было просвещение на зло я плакал не потому что я разделен с богом а что я остался предателем я сделал ударение на себя а не на отца небесно и только особое нисхождение милости отца небесного ко мне постепенно принесло упокоение мою жизнь это бог сделал я знаю это было чудесное соприкосновение с отцом небесным и это было подобно голосу исходящему из бури и строгая и любовью и я тогда тоже вот так раскаялся как и он да я сказал я не понимаю я не понимаю я не понимаю что я говорил какую глупость я говорил я теперь не понимал что делал и так если уровень духовных знаний становится выше чем наш уровень духовного роста то эта трагедия ведь мы просто не можем допрыгнуть туда куда мы себя по тебе показали прыгнуть мы не можем прыгнуть выше головы мы не можем решать высшую математику если мы только пошли в школу придет время мы будем это делать мы по мере духовного взросления мы получаем духовное знание ну или видите может быть сумасбродство тогда вместо духовного знания да это не духовное знание это не посвящение бога это наше сумасбродство совести появляются преждевременное чувство но поскольку жизнь христианина не соответствует уровню требований совести он не в силах выполнить ее требования и она его бичует она его бичует видите какая-то может быть непорочность правда на тебе бичует изнутри это не бог бичует нет пожалуйста вот она бичует меня совесть бичует это не бог бичует и даже и сатана может быть ними не вмешиваться может и мешаться но к сожалению совесть может сделать такую со мной злую шутку она может от не чувствительны как мы говорили или наоборот она может не обечевать если я еще на на слабом духовном уровне еще на уровне который приближается к отрочеству когда у меня желание много 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 знать и делать а я еще не способный и еще не развился до того уровня то она мне будет мечевать а если я будем говорить полу вырос а знание меньше поэтому от прийти к тому что я стану не чувствительным и чувствительными я буду считать что это это все нормально я же во христе все нормально у меня духовная истина это называется гносис то есть есть люди которые говорят вот я познал и теперь я там гносис опасен это тоже результат только уже старение совести тут она бичует а там она просто спит просто спит она уже не работать нету различания добра и зла и так подчиняясь руководству вот непомерных для христианина знаний или стремлений христианин приобретает сверхчувствительную совесть раньше времени добавлю которая теряет свою непорочность там да вот тогда происходит страшная вещь начинается эта мука и сколько раз мне приходилось помогать верующим переживать этот это освобождение восстановление чтобы они становились опять непорочными в отце небесном благодать и отца небесную вот эта сверхчувствительность сколько она поразила людей сколько людей из церкви ушло из-за этого люди не могут находиться чувствительной совестью как правило церкви они уходят они бунтуют они организовывают свои так называемые церкви они доказывают что то они постоянно идут какие-то диспуты они в числе спорщиков потому что им больно им больно потому что они теряют свою непорочность является сверхчувствительная сверхчувствительность в вашей жизни такое было друзья вы теперь видите это источник где он находится у его тоже она по им появилась и бог должен был убрать вот вот это вот неправильное отношение к совести мы понимаем что его вжил период период совести которые уже жили не по совести и а совесть ему помогала но в некоторых случаях как например данном она была не на его стороне и по сути дела вот крики вопли которые в нем происходили это вот результат того что совесть требовала своего она его бичевала она бичевала и вот почему он так жарко вступается в битву вот почему он не молчит пожалуйста итак мы смотрим еще на одну схему вы видите да вот обольщение плоти и это приводит просто знание или самосбродство и появляется сверх вот это вот обостренное чувство в совести который ведет к утрате непорочности совести на который воздействует сатана да он увидеть может увести человека из церкви кто уводит из церкви не совесть нет совесть бичует и делает одиноким и будет делать боль а сатана нас уводит уводит что потом добить уже не совесть с уже своими обольщениями и так далее потому что тогда он скажет слушай я тебе вместо боли даю вот эта маску я тебе даю средства наркотик ты принимай его и все будет нормально и человек считает принимают этот наркотик который преподает сатана само успокоение в разной форме то ли это семья то ли это церковная деятельность на стороне то еще что-то то работа то власть или что-то другое она зато притупляет эту боль с временем и человек как бы забывает хотя и время от времени один на один остается самым собой вспоминает об этом мы говорим человек сломался но он себя считает успешным помните вспоминала борисе он попал бы как раз в это обольщение да он хороший дантист и сделал мне прекрасные зубы бесплатно да он помнит ту помощь которой мы его оказывала как наставник ученику он ценит все же вложил но не стал служителем хотя начал обучение в семинарии он не завершил ее помните я вам рассказывал о человеке в донецкой области который получил учебном заведении на где преподавали разные теории и где он потерял эту чувствительность к истине конце концов он ушел из семинарии он разорвался своей общиной отношения и стал просто сначала православным верующим потом дьяконом потом написал книжку почему я не протестант и не баптист который заявил претензии но сегодня это уже не человек который не с претензиями а с амбициями сегодня это уже не то человек который бунтовал не а теперь успокоился теперь у него порочная теперь вы видите откуда это все исходит вот первое послание любви потому что любви нету когда мы любовь принимаем то вот это все уходит потому что приходит духовное знание на духовном уровне мы не можем больше взять сколько мог бог нам дает и тогда если мы столько даем и настолько живем мы спокойно живем и движемся в божьем плане и тогда мы защищены мы находимся в христе а так мы выходим мы выходим со христа мы хлопаем дверью и помните как лопнул и он и тогда его поразило солнечный удар в голову и тогда бокс не начал говорить ну как хочется умереть хочется умереть тогда хочется умереть или другой чтобы умер потому что он создает боль а это болит этой сверху сверхчувствительности совести это и уже порочной совести пожалуйста итак видите славы совести она становится порочной итак Продолжение следует... 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 Продолжение следует...